Если у нас есть производная решетка, мы берем профилограмм и прикладываем его много-много раз, и так всю плоскость покрываем копией метров профилограмма. Так вот, если произвольный профилограмм, построенный на векторах двух Е и Ф, то какое, что называется, самое простое преобразование мы можем выполнить на этих векторах? Понятно, что можно взять и, что называется, от параллелограмма перейти к перекушинам. Это понятно. Как вообще любой профилограмм представить, что называется, как два треугольника? Очень просто. Есть такая диагональ. Вот здесь нарисована вектор Е, вектор Ф, вектор Е. Ну, такой треугольник. А есть другая диагональ. Это вектор Е, вектор Ф и вектор Е плюс Ф. Обратите внимание, что вообще-то и здесь треугольник, и здесь треугольник. Это вектор Е плюс Ф. А вот это направление? Конечно, конечно, вектор Е направления. Такое, такое, такое. Здесь чуть хуже направление. А вот это где? А Е плюс Ф это направление? Что Е плюс Ф? Стрелочку. Где стрелочку? Все стрелочки стоят. А где Е плюс Ф стрелочка? Е плюс Ф стрелочка, ведь была нарисована... Враги. Но кто-то ее слетит. Не важно. Вот. Никому не нужны эти ваши стрелочки. По одной простой причине. Когда у нас есть подветочная форма, и мы одновременно меняем знаки при х и у, то ее значение не меняется. Поэтому вот так вот смотреть, куда же там направлен вектор, что мне интересно. Важно, что он есть. А значение на векторе и значение на минус векторе. Это вообще-то одно и то же. Так. Это мы разобрались с тем, почему-то не так уж интересно следить в треугольнике. Важно, что треугольник. Геометрическая форма треугольника здесь очень понятна. Теперь надо еще одну простую мысль сказать. Если х и у в этой форме умножить на одно и то же число, каком-нибудь там с, то выражение умножится на это с в квадрате. Поэтому, если вы возьмете и вынесете наибольший общий делитель из х и у, то здесь вынесется квадрат этого наибольшего общего делителя. Давайте будем теперь рассматривать только векторы, у которых наибольший общий делитель х и у это единица. Примитивные векторы. То есть, если нам дают какой-нибудь вектор 25-35, то мы скажем, не надо. Лучше скажите, это упителенный вектор 5-7. Если мы будем все знать про значения квадратичной формы на примитивных векторах, у которых наибольший делитель х и у это единица, то в общем случае, просто домножая на любые квадраты целых чисел, мы все получим. И теперь еще одна картинка. Когда у нас есть треугольник ЕФ, то естественным образом от вот этого базиса ЕФ мы можем перейти к следующим базисам. ЕФ. Е, Е плюс Ф. Давайте посмотрим, где это на картинке. Вот это вектор Е, это вектор Е плюс Ф. Получается такой вот новый треугольник. Был треугольник за штрихом, а появился новый вот такой, между прочим, в той же самой точке. И треугольник Е плюс Ф. Смотрите, Е плюс Ф вот здесь, Ф вот здесь, Е плюс Ф, Ф и еще один. Естественным образом по любому треугольнику возникают еще другие новые треугольники. На самом деле можно двигаться дальше. Можно нарисовать здесь вот так. здесь нарисовать Е, а здесь нарисовать вектор Е минус Ф. В принципе можно двинуться еще дальше. И вот теперь давайте разберемся с следующим вопросом. А если у нас есть базис, вот давайте два вектора Е и Ф, есть базис, то в какие треугольники естественным образом он входит? Чтобы в этом треугольнике были оба вектора Е и Ф. Ответ очень простой. И ответ дан вот этой картинкой. Помните? Треугольников было ровно два. Запоминаем. Каждый базис входит в два треугольника. Так? А теперь вопрос такой. А каждый треугольник сколько дает базис? Сколько? Три. Правильно, три. Начали нарисовать. Теперь нарисовать. Треугольник это Е, Ф, Е плюс Ф. Е, Ф. Вот эти два вектора дают треугольник. Е, Е плюс Ф. Ф, Е плюс Ф. То есть получается, что любой треугольник, ну потому что у него три стороны собственно. Одну отбрасываешь, получается базис. И теперь еще чуть-чуть вычисления, и потом будет картинка Канель. Картинка очень красивая. Вычисления вот на этой доске, они совсем простые. Давайте я их объясню. Смотрите, во-первых, что у нас нарисовано. Вот есть какой-то вектор Е. Ну что, поставлю стрелочку. Так уж и быть. Два вектора Е, Ф. Вместе с Е плюс Ф образуют треугольник. Правильно? В ней треугольник это вот эта точка. Вектор это вот целиком вот этот вот, да? Вот другой вектор целиком такая власть, а вот этот вектор такая власть. А вот отрезок это как бы базис Е, Ф. А вот этот отрезок это базис Е, Е плюс Ф. Так вот, давайте зададим себе вопрос, как связаны значения квадратичной формы на векторах. Значения я здесь нарисовал в точках. Вот пусть на векторе Е будет значение А, на векторе Ф значение С, здесь значение Б, а здесь значение Д. Ну, А, Б, Ц, Д. Просто буквально. Квадратичная форма любая. Это КХ квадрат плюс Е или Х, Y плюс М, Y квадрат. К или Н. Какие-то числа. Ну, что это такое квадратичная форма? Она от Х, Е плюс… Ну, я здесь всё время леюсь писать стрелочки, и считается, что, в общем, все их сами напишут кому-нибудь интересно. Так вот, что самое важное? Вместо Х подставляешь единицу, вместо Y – 0, вот это выражение становится равно К. А. Х, Y – получается К плюс Л плюс М. Х, Y – единица, когда? Когда Y – единица, а Х – 0 – это М. Отлично. А теперь соображаем. У нас ставить вектор Е, то есть когда Х равно 0, Y равно 0 – это А. Значит, К – это А. Дальше. Вектор Ф – это когда Х равно 0, Y – это С. Значит, М – это С. А вот это вот К плюс Л плюс М – это М. А. Отлично. Ну, значение на 1,1. Значит, вот смотрите, это у нас B, это А, это С. Замечательно. Значит, К – это на самом деле Б минус А минус С. И мы получаем эту нижнюю форму. Квадратичная форма записывается как АХ квадрат плюс Б минус А минус С умножить на Х, Y плюс С, Y квадрат. Есть значения вот такие А, Б, С, Y. Так. Но это еще не все. У нас еще было правило профилограммы. Помните? Если взять на векторе Е плюс Ф плюс на векторе Е минус Ф, то получится двойное на этих векторах. То есть, Б плюс Д – это 2 умножить на А плюс С. Правильно? Профилограммы. Вот эта формула здесь написана. Б плюс Д пополам – это А плюс С. Правильно? Б плюс Д – это 2 А плюс 2 С. А что это означает? Это означает, что вот эти числа, число Б, А плюс С и число Д – это обязательно арифметическая прогрессия. Здесь написано, что средним арифметическим чисел Б и Д является А плюс С. То есть, если я выписываю числа Б, А плюс С и Д, то я обязательно получаю арифметическую прогрессию. Так. Пока все понятно. И это будет очень здорово, потому что вообще-то у любой арифметической прогрессии есть разность. Разность – это вот это вот число Б минус А минус С. Вот это вот разность той самой арифметической прогрессии. Правило прогрессии звучит, что если у нас есть векторы Е плюс Ф и Е минус Ф, то квадратичная форма на этих векторах, если сложить значения, даст удвоенную сумму значений на Е и Ф. Мы только что доказывали. Сумма квадратов диагонали пролилограмма – Е плюс Ф и Е минус Ф – это диагонали пролилограмма. Сказали, что Е плюс Ф вы назовете B. Нет. Значение на векторе Е плюс Ф – это число В. Значение квадратичной формы – здесь это написано. Ф1,0 это А. Значение, ну, внец, в смысле, это квадрат вектора. Теперь понятно, спасибо. Хорошо, теперь мы готовы увидеть картинку конвейера.